С 1 по 8 декабря в муниципалитете проходила неделя доброты и щедрости. Сейчас уже подведены итоги этой ежегодной акции. О них в студии мы поговорим с председателем Координационного совета общественных объединений Феликсом Жемалиевым и членом общественной палаты Людмилой Лернер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, неделя доброты и щедрости в этом году проходила уже в четвертый раз. Я знаю, что проводилось много новых акций. Расскажите, пожалуйста, вообще, в чем отличие в этом году? Ну, в этом году, во-первых, у нас новый созыв общественной палаты в Ленинском городском округе и весенний опыт, связанный с пандемией. Мы решили создать отдельную комиссию именно по благотворительности, которую возглавила у нас Одинцова июля. Она тесна всю неделю и до начала акции, и еще будет работать. Непосредственно с общества инвалидов в Царящиной Наталье Алексеевне. В этом году впервые Ассоциация представителей советов многоквартирных домов, которую я возглавляю, вышла с инициативой провести акцию «Добрые соседи». Мы заготовили некие буклеты, которые нам помогли распространить, помогла распространить управляющая компания нашего городского округа. В каждом на квартирном доме, в подъезде, на стенде висело объявление о том, что мы просим, давайте поможем соседям, которые нуждаются в нашей помощи, внимания и зачастую стесняются об этом сказать. И меня очень порадовало, что было более 200 звонков. Мы помогли и многодетным, и обществу инвалидов, помогли людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. То есть надеюсь, что на следующий год таких желающих, таких управляющих компаний будет больше. В жизни часто случается так, что ценнее и выше различных материальных благ становится простое человеческое участие. Это очень важно. Ну а по конкретно этой акции какие все-таки итоги были? То есть вы довольны результатами? Ну вот точечно это более 60 человек получили продуктовые корзины. Это вот именно по акции непосредственно «Добрые соседи». Более 200 человек приняли участие, а звонков было масса. Даже жители звонили из пригорода Лесного, из Лопатино, с Дрожжино, то есть со всех уголков, с поселок Володарское. То есть люди у нас добрые. Это здорово. Феликс Валяхович, я знаю, что уже подведены итоги, акции в этом году. Расскажите, пожалуйста, удалось ли нам побить рекорды прошлого года? Да, нам удалось. Еще раз повторюсь, что мы проводим с 2017 года эту акцию. И количество благотворителей, благодателей уже растет. Благополучатели, они, к сожалению, еще пока существуют. То есть не все выровнялись. Но в этом году у нас собралась очень мощная команда. Это инициатива «Координационный совет общественных объединений» при участии общественной палаты, торгово-промышленной палаты. Информационно-организационная поддержка администрации просто была колоссальной. Поддержка в этом году оказана более 2000 жителям округа. Это 2112, по-моему, вот примерно. В прошлом году было порядка 1000 с небольшим. То есть практически в два раза. Участвовали в акции более 150 волонтеров. Это сборы продуктов, обходы различного рода. В ходе акции «Щедрая корзина» собрано около 5 тонн. Почему полторы тонны прозвучало? Потому что в прошлом году мы собрали всего, теперь уже можем сказать, что всего полторы тонны продуктов. Поэтому в три раза переплюнули в прошлый год. Из них около двух тонн это собрано в 11 магазинах. И около трех тонн получен от благотворителей. Причем еще проводилось, и вы сами участвовали, телевидение участвовало у нас в марафоне «Помогите Вике Филатовой». И я скажу так. Пожертвовано на 266 тысяч рублей. Но это не означает, что сбор средств прекращен. Вике Филатовой надо помогать. И акция продолжается. Правильно понимаешь, что в этом году не только результаты превзошли все ожидания, но еще и самих участников было больше. Участников было больше, да. Намного? В разы. В разы. Я бы сказала, в десятки раз. Хочу обратить внимание на то, что новый состав созыв общественной палаты, 100% все до одного приняли участие в акциях. Даже те люди, которые новенькие только к нам пришли, это очень радует. Ну, а что хотела сказать? Что не ждите, когда будет всем жителям, не только Ленинского городского округа, а всем жителям нашей планеты, что не ждите, когда наступит неделя щедрости и доброты, а творите добро каждый день. Делать добро – это приятно. Всегда. Ну, вот на этих словах мы, пожалуй, закончим встречу. Спасибо большое, что пришли. А я напоминаю, что в гостях у нас были председатель Координационного совета общественных объединений Фелик Жамалиев и член общественной палаты Людмила Лернер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова